Добрый вечер! Так вот, мы планировали для вас, конечно, вечерний эфир начать чуть-чуть раньше с игры веги, но ее перенесли. И поэтому вот у нас, собственно, первая игра в рамках европейских квалификаций на МДЛ будет Team Spirit против Team Alternate. Вот такой вот, знаешь, СНГшный микс против польского микса. Как тебе эти команды? По-моему, это не польские миксы, это, знаешь, надежда всей Польши. Надежда всей Польши. Ну да, но в Польше уже 10 лет есть команда по КСу, которая там суперпопулярна и, в принципе, все 10 лет находится в топе или вообще является лучшей командой. А вот по доте поляков вообще нет. Ни одного даже какого-то ника не назовешь и поэтому... Ну да, ну да. Время пришло, может быть, в конце концов и в доте что-то показать. А что ж, ну пока у нас только начинаются пикабаны, я, собственно, расскажу. Ведь мы для вас, по сути, только первый день освещаем этот турнир. Вот у нас ночью сегодня уже начали Лек со смайлом игры, касте для вас в рамках американских квалификаций. Сегодня же ночью они, собственно, и продолжат это для вас сделать. Мы же с НСом врываемся на Европу и я вам расскажу, в каком формате будет это все происходить. В Америке у нас есть 8 команд, в Европе у нас есть 8 команд, в Юго-Восточной Азии у нас 4 команды. И потом целая лига на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас скажу сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь групп по четыре команды. Это в Китае. Вот эти вот все китайцы будут играть друг с другом, то есть у них своя лига. Оттуда квалифицируются две команды. Из Азии одна, из Европы одна, из Америки одна. Получается пять, плюс пять еще прямых инвайтов, итого десять на лан-финалы. Конкретно в Европе у нас играют такие коллективы, как Vega Squadron, Stack Gaming, Elements Pro Gaming, Hellraiser, Team Spirit, Team Alternate, Virtus.pro и Stark. Вот это вот наши восемь европейских коллективов, которые будут, собственно, бороться за этот единственный слот. Сетка у нас Double Elimination, все раунды играются, Best of 3 и внизу тоже. Grand Final, Best of 5. Вот так. Интересно. Туда вроде много инвайтов раздали, да, на MDL, на сам финал уже. Правильно я понимаю? Пять команд должны, собственно, идти напрямую уже туда на финал, точно так же, как это было в прошлом... Ну, не в прошлом году, а в прошлый раз. Нет, еще не сказали, кого пригласили, на самом деле. В прошлый раз команды определялись до самого-самого конца. Уже была отыграна китайская лига, были отыграны все квалификации. Но тогда было немножко по-другому. Тогда было больше, вот, получается, все международные команды приглашены, а лига была только китайская, не было квалификации Европы, Америки и так далее. В этом году они сделали квалификации по всему миру и инвайты по всему миру, соответственно, тоже. Но какие команды приглашены напрямую еще, окончательно неизвестно. Ну, все турниры идут по пути расширения, так скажем, к своего ареала, что ли. Ну и плюс дают возможность молодым поиграть, ну или относительно молодым командам, чтобы были отборочные. Это правильно, то есть вообще идея StarLadder изначально, когда люди из Аматерки, абсолютно неизвестные, могут попасть в итоге на самый верх, она правильная. Поэтому это не удивляет. Слушай, я прослушал о Na'Vi. Na'Vi участвует? Нет, Na'Vi не участвует. Возможно, вдруг как-то Na'Vi по прямому инвайту пройдут. Этого я знать не могу, но в квалификации Natus Vincere нет. Что-то сомнительное. Я могу напомнить еще раз. Vega, Stay Gaming, Elements Pro Gaming, Hellraiser, Team Spirit, Team Alternate, Virtus.pro и Stark. То есть явным фаворитом здесь выступает, конечно же, Virtus.pro на фоне всех остальных. Разве что Vega еще вот, собственно, это из тех коллективов, фактически из этой восьмерки. Это те две команды, которые мы привыкли видеть в последнее время на турнирах международного уровня. Все остальные как-то отпали. Странно, что Virtus.pro не дали инвайт, на самом деле. По-моему, сейчас им, ну, везде вроде как дают. Самая сильная команда СНГ региона, возможно, Европы даже. И к тому же последние результаты совсем хорошие. Второе место на саммите. Очень хорошие результаты. Собственно, у нас уже завтра они должны, по идее, играть. Вп.Stark. Это в 20.30 сет эта игра должна, собственно, быть. Я не помню, кто точно для вас ее будет комментировать. Давайте обратим внимание на пикабаны. Собственно, по турниру говорили. Team Spirit у нас сверху. Это сразу же баны. Таск, Шедоу Финд, Вин Рейнджер и Хускар. А Альтернет забанили Виспа, Дума, Виверну и Лину. А пики у вас на, собственно, глазах. Что можно сказать сразу про пик Габлака? Ты как аналитик, скажи нам. Тут вот фиолетовые доминируют у нас. Ну, Габлак не особо себя изменяет. Бэйн, Элементл, это вообще его любимый герой на протяжении очень долгого времени. Потому что Габлак любит Эмплара, Ассасин заходит против Инвокера в Миддл. Габлак предпочитает такой достаточно прямолинейный стиль, мы можем его назвать. То есть поставить сильные просто линии, сильных саппортов взять. Ну, просто все сделать. Взять сильное, выиграть линии, а потом собраться фактически в пятером, да пойти и, как говорится, закончить. Бэйн подходит под это очень хорошо дело. Тем более сейчас его апнули. Дарксир, он как бы тоже многофункциональный герой, который может постоять один на один против кучи персонажей, один на два против кучи персонажей. А если совсем все плохо, то как бы в лес уходит и тоже не теряется на карте. Ну и, скорее всего, дальше будет Габлак гнуть эту линию. То есть сейчас мы увидим еще какого-то сильного саппорта. Возможно, это будет что-то типа Спирит Брейкера. Ну, честно сказать, я сейчас не смогу особо спрогнозировать пик Тим Спирит, потому что я не смотрел ни одной игры этой команды. И я просто не знаю, чем она играет. Ну, Тим Спирит — это наш бывший CIS Rejects, который в 9-го, не 9-го, либо 6-го, либо 9-го, вот уже этого месяца, декабря, были подписаны этой организацией. Поэтому, собственно, под этим флагом они еще ни одного турнира не отыграли. Только там я помню их то ли на квалификациях, то ли еще где-то. А Тим Алтернер я тоже, на самом деле, сильно много сказать не могу. Могу сказать только о том, что я видел с их участием, а это непосредственно были лан-финалы The Defense. Там из-за того, что много команд отказалось играть в связи с накладками со временем, в связи с тем, что были другие турниры, более приоритетные, более важные, там, Алтернер туда поехали. И, собственно, проиграли там OG 2.0 и Alliance 2.0. Заняли последнее место, заработали больше денег, чем до этого за всю свою карьеру вместе. Потому что там 10% они от 75 тысяч заработали, а до этого они там, может быть, 2 тысячи долларов в сумме имели в копилке. Ну, понятно. Да, я тоже видел несколько игр Alternate. Играли они, я помню, с Virtus.pro. Притом в ничью это было перед мейджером, по-моему, незадолго до мейджера. Ну, возможно, Virtus.pro тогда, как что называется, не очень полили стратки и вообще не очень старались в онлайне, чтобы как бы... Ну, что стараться в онлайне за 3 дня до мейджера. Думаю, что это не очень нужно. С кем-то еще Alternate играли, показывали более-менее уверенную игру. Ну, понятно, что Spirit здесь является фаворитами. Spirit Breaker я угадал. Ну, в общем, он читался. Потому что нужно укреплять еще и еще и еще этот пик. Думаю, что Last Hero это может быть какой-то... Ну, как бы напрашивается, типа Лансера. Ну, вот нужен ли Лансер? Вообще Лансер очень неплохо смотрится. Другой вопрос, что Лансер может быть не настолько как раз-таки агрессивный. Но это смотря как сыграть. Все мы помним Лансеров с тревелами, которые подключаются по всей карте к своей команде и постоянно воюют. Тоже вариант. Ну, да, стоит заметить, что, собственно, пара суппортов у Spirit достаточно агрессивная. Bain может как сейвить там немножко на линии, так и очень рано начинать принимать участие в всяческих вылазках. Единственное что, вот сетап от Bain практически нулевой, потому что нюков никаких нет, которые можно в этого спящего человека залепить. Разве что это даст время, знаешь, Spirit Breaker прибежать, там TMLR Assassin занять более выгодную позицию. Ну, убить есть чем. Убить всегда есть чем, если ты ловишь кого-то на этот ультимейт. Другое просто, что вот под Дарксира особо ничего нет. И, может быть, стоило бы задуматься о каком-то там герой на Ласпик, кэри, который обладал бы каким-то АОЕ. Но, честно сказать, таких кэри мало. Среди таких кэрри числится что-то типа Лешрака. Но мы давно не видели кэри Лешрака и вряд ли увидим, я полагаю. Поэтому думаю, что это типа Лансер. Ну, или, может быть, что-то не очень стандартное. Потому что большинство стандартных кэрри, которые могли бы быть, они находятся в бане. Джиггернаут, например. Винрейнджер, какая-то фармящая там. Ну, и герокоптер уже у противника. Остается в Рейс Кинг, но против инвокера как-то не очень. Наверное, все-таки страдать будет он от EMP. Даже что-то больше ничего не приходит на ум. Последним пиком Вичбдоктор. Хочется, кстати, тоже еще раз об алтернете сказать. Это то, что команда, несмотря на то, что они попали на финалы The Defense, попали против команд, которые гораздо сильнее их по уровню. Но парни тупо отказались придумывать что-то свое интересное, новое. Мы от них, вот мы сидели на диване. У нас была вот эта диванная наша на расслабоне аналитика. И мы говорили, что у них что-то выйдет, хотя бы карту взять выйдет, только если они придумают и удивляют каким-нибудь нестандартным агрессивным пиком или пушем или еще чем-то. Они пытались каждый раз брать что-то по классике, пикать по классике, играть по классике. У них это не совсем получалось. Тинни для Атикспирид. Да, действительно. Я хотел как раз еще сказать, что может быть будет Эмберспид. Тоже неплохо смотрелся. У противника практически нету станов. То есть от Слардара легко вернуться, а у остальных вообще, считай, ничего нет. Но, да, я просто забыл я на самом деле, что Тинни сейчас у нас стал таким метовым кэрри, который идет на легкую фармить фаст блинк, начинает развлекать всю карту. Кстати говоря, как раз хороший вариант под такой агрессивный пик, потому что тоже рано начинает выходить буквально пауэртрит с блинк, какой-нибудь боттл или может быть грэджиные стики. И уже по всей карте носится вместе со спирит-брейкерами, там, под счетом Дарксира. Хороший пик такой у Тим Спирит, плотный. Я, кстати, буду надеяться, что... Ники нормальные проявятся. Уже когда начнется игра, потому что... Я так понимаю, это у нас Рамзес на Тинни? На Тинни? На Тинни это Лошара. Да, в том-то и дело, говорю. Ну смотри, по заявленному ростеру на... Нет, Лошара, все. У нас Айсберг должен быть, собственно, на Теплорасаскин, Afterlife, Fly, Габлак и Рамзес. Рамзес на Тинни. У Тим Алтернет практически у всех ники правильные. Единственное, что вот красавчик у них, который, это Элисаж, получается. Красавчик? Да. Мне нравится не красавчик, учитывая, что он не русский, а поляк. Конечно, я понимаю, что польский язык чем-то там похож. Возможно, у них тоже есть слово красавчик? Не знаешь польского? Ну что-то такое, что-то созвучное однозначно есть. Так, у нас пауза, мы разбираемся, гоу-гоу. Кажется, мы готовы. Ну что ж, первая карта, Best of 3, Тим Алтернет против Тим Спирит. Одну минутку Айсберг еще попросил. Да, да, еще не совсем готовы. Пагубные паузы, то есть враг нажал паузу, потому что кто-то там отошел. А вроде как Спириты были готовы играть. Но раз там нажали паузу, то и у Спиритов кто-то сказал, пойду, и я тогда уйду. Но сейчас, наверное, отожмут. Ну что, здесь, скорее всего, все будет стандартное. Единственное, чем могут у нас команды удивить, это походом в трипл-линию от Альтернет, потому что у них очень сильный набор героев. Но я думаю, что вряд ли. Думаю, что вряд ли. Скорее всего, пойдут они на легкую. А Дазл будет выполнять роль такого полу-роумера, который будет сейвить Синвокера, в случае чего, может быть, мешать Темплар Ассасин своим ядом на старте. Так, ну что, гоу нам пишут. Гоу-гоу, есть, все. По поводу Альтернет, вот, собственно, вот этот костяк из четырех героев. У них Ниша, Суприм, Экзотик Диэр и Красавчик. Вот, он же Лисаш. Это их в данный момент утвержденный ростер. Роберт Ти Джи у них выступает. Роберт Джи Найн выступает у них стендином. Играет на этой карте на Дазли параллельно. Суприму будет играть на Инвокере. Собственно, Ниша играет на Слордаре. Экзотик Диэр на Гирокоптере. И Лисаш будет играть на Вичдоктере. Против них Тим Спилд, Afterlife на Дарксире. Лошара, он же Рамзес, на Тиннике. Айсберг играет на Темплар Ассасин. Габлак на Бэйне. И Флай на Спиритбрекере. Собственно, костяк Тим Спирит составляет два очень опытных игрока. Это Флай и Габлак. Ну, как обычно, понабирал все молодых Габлак. Но Айсберг уже успел о себя заявить неоднократно, играя в CIS Reject. Afterlife это очень олдскульный игрок. Но он никогда не был на про-сцене. Всегда был в полупро-командах, в каких-то миксах. Нигде не удавалось закрепиться. Но кто знает, как там пойдет. Например, Крит из OG абсолютно такую же историю имел, пока не выиграл мейджор. Ну, а Рамзес это вообще молодой. То есть, когда я увидел человека с ником Рамзес66 на кэре, который неплохо там исполнял, у меня был вопрос. Ну, мол, чей фейк? То есть, кто там играет? Я подумал, может, какой-нибудь Артес там, Артес Рамзес. Ну, или еще кто-то, не знаю, Маллик там, у людей фантазии. Но выяснилось, что Рамзес это Рамзес. Ну, просто какой-то парень из паблика, который неплохо умеет играть в Доту. Ну, а как помнишь, в свое время, собственно, именно на... Только что закончился у нас саммит. А на первый саммит, когда ехали Фнатики, им не хватало игрока. И появился такой игрок, как Экскалибр. Тогда позже вообще ниоткуда. Появился и пропал. Ну, появился и пропал. Экскалибр — это плохой пример. Он так себе. В итоге, как выяснилось... Кстати, интересный момент спириты делают. У них Флай пошел изначально в сложную 1, а Афтерлайф пошел изначально в лес. Возможно, получит здесь какой-то 3-4 уровень и придет к Спиритбрейкеру. И будут они оба большого уровня. Будут очень неприятные линии. В принципе, да. Даблы в миде у нас стоят. Габлак и Роберт Джейнайн с другой стороны охраняют своих мидеров, помогают, собственно, им крепиться, помогают набирать первые артефакты и, собственно, не дают там противнику возможности раннего ганга. Да, это сейчас стало стандартом, на самом деле. Вот эти даблы в миде, потому что если против тебя приходит дабла в мид, то, как правило, если она делает все грамотно, очень тяжело стоять любому мидеру, мало фарма. И приходится и другой команде тоже как бы перетягивать туда второго героя. Вот и получаются такие полутаблы, которые чекают руны, развлекают друг друга, стакают крипов. Ну, за счет этой ситуации у Слардара все просто шоколадное. Он на сложной все-таки линии, а у него тут практически фрифарм. Да, ну, 4-1 в данный момент у него по крипам. Там Team Spirit все-таки вот в топ-5 у них. Их три игрока, Templarco, Afterlife, но это лесные крипы, поэтому считаются гораздо меньше. Ну и Тинни в данный момент абсолютный топ по крипстатам, но вот сейчас Templarco его догоняет. Кстати, очень хорошо Денайт Айсберг у себя здесь на линии. Ну да, ну смотри, его немножко разминает здесь Слардар, но Айсберга хороший. Хороший, да, КС. Так, Слардар пошел. Смотри, как ему неприятно. Так он может умереть, там сейчас Марго будет. Ой, хороший тост, но спасет ли он? Хилки-то уже нет? А, нет, есть хилочка. Есть, есть хилка. И как раз, собственно, там уже почти закончился спринт, поэтому ничего и не получилось. Но на самом деле, поразминал бока, знаешь, этому каменному увольню достаточно приличная ниша. Так тут сейчас вообще у Лошара будут проблемки определенного характера, потому что вот он сейчас засыпает крипов. Потому что подходить-то страшно. Регенов нету. А у Слардара еще есть хилка. Он может размениваться. И нужно будет нести сюда еще что-то. Какой-то боттл, может быть. Да, у Слардара еще много хилок, еще манга есть, которую он там вдруг, если что, сможет съесть, если ему не будет хватать там чуть-чуть на стан, чтобы убить. Параллельно там Афтерлайф уже пришел на линию, как ты тут и говорил. Флай. Ой, ну что это такое? Давит глубоко. Еще одна тычка. А, нет, смотри, живет. Живет. А вот Афтерлайф делает ФБ. Ну хорошо, размекрил. Я думал, все уже. Так смотри, он дальше. Они дальше идут, будут убивать еще. И второй фраг. Афтерлайф получает еще одну плюхи. Умирает все-таки от Тавара, но в любом случае 2 в 1. И причем смерть от Тавара для Даркстира, соответственно, экспы там никто не получил. И денег сильно много тоже. Только сплит на деньги пошел. Параллельно там Бэйн Слардара забрал на топе, помог. Ой, какой килл от красавчика забавный получился. Сейчас просто пришел, кинул банку, убил. Спирит Брейкера. Не рассчитал тут флай. Да, сверху, собственно, Габлак грамотно очень перетянулся к своему кэрри. Но странно, как так подставился Слардар. У него стоял вард, на самом деле, на речке. И прекрасно он видел идущего Габлака. Так. Ниша нападает на Лошару. Лошар боттл пьет. И будет листан. Ой, галак! Ой, 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 ошибается очень сильно Рамзест. Он там мощнил, ждал. На самом деле, у него была и мана, и в кулдауне оба скилла. Не стал он кидываться станом. Хотел именно тоснуть подальше назад Слардара, но тоснул не то. Не получилось. Да, ошибочки, ошибочки пока, конечно, вот спирит такие мы наблюдаем. И здесь ошибка сверху, и снизу флай подставился. Конечно, не стоит так делать. Лишний раз отдавать фраги на ровном месте. Флай, на Суприма. Почему отменил? А, нет, ему забили, ему забили колдснепом. Ой, какие баночки сейчас полетят хорошие. Флай умирает. Айсберг может попробовать. Айсберг, ну не надо, ну это же Фиэт. Айсберг, зачем? Почему? Что это? В него просто вселилась ярость берсеркера. Он сказал, спать крипов трех героев на Тавр уже без рефракшена. Не знаю, как это объяснить. Не знаю. Действительно, не знаю. Ошибаются, очень агрессивно играют. Причем агрессия какая-то на ровном месте. Там остановили, собственно, чардж. Не было много дэмэджа от Спирит Брейкера. Не было от него никаких подстанов, подстопов. То есть не на что было надеяться. Так, Флай забегает здесь на Экзотик Дира. Но, собственно, тут же отходит просто. Ну, пока Флай пытается играть как ФНГ какой-то в Виртуз Про. Играет на Спирит Брейкера. То есть бесконечные беготня по карте. Но, как мы видим, пока у него не очень получается. То есть толку мало от этой беготни. Уже две смерти. Тем временем, по айтемам, фейзы появляются у Инвокера. У Айсберга пока что нету еще, собственно, своих фейзов. Флай здесь забирает чуть-чуть фарма в лесу. У него, кроме ботинка, пока ничего нет. Ну, в принципе, здесь шесть минут прошло. Только ничего мега большого появляться еще не должно. Но в то же время можно посмотреть, как там у Рамзеса. У Рамзеса неплохо. Но тут очень неприятная ситуация, что здесь селедка фармит. То есть вот эта селедка, если она быстро нафармит свои итемы, я не знаю, что с ней делать. Так подожди, тут Слордар на самом деле еще раз развернется. Его может и убить. Все-таки один армора, минус 10. Получает он и от Краша очень много, и от Галывы. Так, тем временем здесь поймали втроем Флая. Убили вот на этом варде. Да, и уже 6-3. И уже 6-3. Инвокер, кстати, не очень сильно уступает Темпларке, но все-таки уступает. Но вот это смерть от Темпларки. И мы видим, что Инвокера Нетворста выше, чем у Айсберга. В принципе, да, можно уже забивать, смотреть на крипов и смотреть на Нетворста. У нас два топовых игрока находятся у Alternate. У них и Гирокоптер, и Суприм чувствуют себя замечательно. В то же время Трикора, и Тим Спирит имеют неплохой фарм, но отстают чуть-чуть. Слордар тоже для этой минуты, для потенциально там оффлейна, имеет очень хороший фарм. Ну, очень странно, что Слордар не хочет брать себе Транквилл. Я, конечно, понимаю его желание быстро-быстро купить Блинк, раз такая ситуация сложилась, что он тут как бы один на один. Но, имея Транквилл, он бы мог сейчас намного увереннее стоять на этой линии, пожалуй. Так, здесь Exotic Deer приходит. Не знаю, странная ротация. Кстати, тут сразу Флайб и разгонялся, и было видно, так что никого они здесь на сюрприз не поймают. Ниша идет, кстати. Ниша таки решил взять Транквилл. Промахивается Станом, продолжения никакого нет. Все, затишни на карте. И Спирит Брейкер, на самом деле, тоже уже никуда не бежит. За ним сейчас можно смотреть, потому что практически везде либо смерть, либо хилы. Ниша, Ниша, как же ты так умер-то? На ровном месте тоже днем видел прекрасно идущего на него Тинни и умер. Кстати, вот вообще не понимает. Он рассчитывал, что еще не хватит прокаста у Тинни на этом уровне. С первым уровнем ульта, там 4-3 левела спиллов, хватает прокаста. Там, да, там все семь соток можно откусить от героя. Учитывая, что где-то еще рядом Спирит Брейкер был, то как ни крути бы хватило. Я все-таки не понял немножко Альтернейт. У них все было неплохо. Герокоптер спокойно стоял снизу, фармил. Был тупо один Нетворса не так давно, как мы помним. Зачем-то взял, улетел наверх. Теперь здесь он фармить будет, естественно, меньше, потому что здесь стоять как бы опаснее. Ему придется терять каких-то крипов. Здесь еще отводить могут враги. А Слардар улетел вниз, хотя у Слардара тоже все было отлично. То есть потратили ТП, как-то сместились. И он, главное, так долго держал эти деньги. В итоге покупает такие Транквилы и понимает, что с ними гораздо сплошнее смотреть. Но так купил бы ты их раньше и разминал бы бока Тиннику. Обменивался бы с ним по ХП и потом имел бы свой реген. Да. Так, кулдаун сверху, но особо ничего не даст. Лошара пытается убить Экзотик Дира, но не хватит. И вот тут лошара-то может и умереть. А нет, отбивается стиками и живет. А вот Флай не живет. Не живет. Живет? Не живет никак. Там еще и Роберт Джинайн был, соответственно, он его с тычки и добил. Да, но опять же, теперь странные действия от Спиритов, потому что они ведут против себя трипл-линию, которая сюда свапнулась зачем-то. Непонятно зачем, но так смысл под нее подставляться. Можно уйти, можно оставить одного Спирит Брейкера, потерпеть. Тинни может пофармить лес. Тинни может сходить в мидл, там гангануть. Может пойти вниз, в конце концов. Так, на бот здесь бежит, разгоняется Флай. Бежит, бежит, бежит. Ниша, собственно, спринтит от него. Урит листа напряжения? Нет. В итоге просто расходятся. Да, тут такой Слардар, его очень тяжело убить. У него все-таки уже восьмой уровень, тысяча хп. Транквилы. Я думаю, тут двумя героями не обойтись. Но тут в то же время, палка в двух концах, если он на спринтах на тебя убегает, он получает все-таки чуть-чуть больше дамеджа. Его можно зацепить, если там прокнет на баше или еще что-нибудь. Или будет еще один герой для фиксации. Проблема в том, что они здесь были только вдвоем. Бейна тогда здесь в тот момент не было. Соответственно, вдвоем они вряд ли его убьют. Два милишника. Ну да. Ну, собственно, они не хотели особо убивать. Разве что он как-то дико подставился. Кстати, насчет Бейна. Как-то пока Галблак непонятно, чем занимается на карте. Есть, конечно, пятый уровень. Есть один килл, который он делал сверху. Но больше ни ассистов, ничего нет. Крипов тоже не убивает. И вообще, я его давно не видел. Даже не знаю, чем он занимался все это время. Где-то ходил, бродил. Так, в это время Айсберг. Отличный стак, собственно, здесь Эйншентов. Здесь две пачки драконов, две пачки големов. Он начинает это все дело уже забирать. Ну, а всем занимался Галблак. Я понял. Вот именно этим, да, он и занимался. В это время стак, что... Ну да, я сюда не... Так, нападается. Прямо сейчас будет Айсберг. Какие баночки офигительные прыгают. Айсберг умирает. И Афтерлайв может тоже не особо выжить здесь. Знаете ли, его тут избивают. Да. Стенка стоит хорошая. Отсюда будет выходить достаточно проблематично. В то же время ниша. Вы что-то не застанили? И сейчас еще это заберут, походу, всех этих крипов. Там как раз остались самые большие, вкусные и сладкие Эншенты. Одного забирают, второго забивают. Третьего забирают. И раз минус армора к ниши. Соответственно, самых толстых забрать получается чуть-чуть быстрее. Всех заберут. Просто всех. И подняли, не знаю, наверное, плюс 2 кила и вот эти вот Эншенты. Это, наверное, голды 1003 они, в общем, подняли. Так, Флай врывается. Тут же его ловят. Куча дэмэджа в него попадает. И Флай просто на ровном месте умирает еще раз. У меня такое ощущение, что спириты играют на пофигу. Да, мне. Какой-то паб мы наблюдаем в их восполнении. Они решение принимают. Он просто бежит, как бешеная корова. Ладно, еще до этого момента можно как-то объяснить. Но вот сейчас этот врыв. Ты же знаешь, что там 5 человек. Ты знаешь, что никто тебя поддержать не может. У тебя нет даже 6 уровня. А нет, был. Был 6 уровень. Но все равно слабенько. В итоге там получается почти 3000. Нет, прошу прощения, это я переборщил. Полторы тысячи. Потому что 750 вели спирит. 750 теперь там ведут немножко alternate. По деньгам и столько же по XP. Это вот за тех Ancient'ов и за те киллы заработали alternate. Ну, они побольше заработали. Просто кто-то у спиритов, кто понял, что это все дело труба, он в это время фармил. Например, Рамзес, судя по всему, потому что у него денежка уже появляется. И за счет того, что кто-то фармил, они там чуть-чуть сравняли это отставание. Тем временем, кстати, у Рамзеса почти есть Блинкдаггер. Мы смотрим вот по Нетворсу. Очень ровно идут обе команды. Тройка лидеров на тройку лидеров. Немножко отстает ниша от Афтерлайфа там. Но, в принципе, не намного. Тем более у него вот только что появился уже Блинкдаггер. У Тинника тоже есть Блинкдаггер через 5 голды. Считаю, он уже его приобрел. У Дарксира есть Мека. И вот, собственно, ответа на это у Мекку практически, если не ошибаюсь, нет. Потому что там 2000 Нетворса у Инвокера впаяно в Мидас. Соответственно, в Драке оно никакой пользы не несет. И конкретно если драться сейчас 5 на 5, то Спирит должны быть чуть-чуть сильнее. За счет Мекки, за счет вот этого в остальном равного, знаешь, Нетворса. Типа того, возможно. Но, во-первых, Драк 5 на 5 пока это особо не происходит. Все время подставляется кто-то у Спирита. Вот в очередной раз на Медига Блак. Хотя для него, возможно, стало неожиданностью просто, что у Слордара Блинк появился. Теперь об этом знают. Ну, а во-вторых, даже если 5 на 5, все-таки кулдаун, флэг, стан Слордар, Лошара, подставляется Рамзес и умирает тоже, умирает. Ой, еще и Афтерлайфы ловит, он без маны. Корова. Пытается хоть как-то продамажить из Зотик Дира. Стопает здесь Флай, Флай в итоге умирает, но зато там уходит Дарксир. Параллельно, кстати, там пока умирал Габлак, забирали там Вич-Доктора в лесу у Альтернаитов, но мы видим, что еще с этим фрагом на Тиннике и смертью Спирит Брейкера, конечно же, Альтернаит снова оказывается в выигрыше. Плюс они еще забрали Тавр. Да, да не, у Альтернаит, конечно, сейчас ситуация очень хорошая, потому что у Спиритов, вот мы еще с самого начала обсуждали, такой пик на выигрыш линий, на какой-то разгон по игре, на сноубол, проще говоря. Но тут вообще не пахнет сноуболом. Да, они, конечно, могут тоже выходить в лейт, там Тинни, там у них Темплар, Катарксир, все это боевое, но ближайшее некоторое количество минут, даже несмотря на Мекку на этом Дарксире, я думаю, Альтернаит все-таки посильнее будет в драке. Эти станы от Слардара с кулдауном 8 секунд, все эти скиллы Инвокера, которые у него очень уже сильные, потому что он класс Вексовый, и у него, в принципе, Векс уже почти замакшен. Ну и, естественно, Герокоптер, у которого просто миллиард урона. Ну, это единственная хорошая комбинация будет, если удастся Дарксиру стянуть кучу людей, поставить стенку, в это время там иллюзии будут бить, пока там простанет всех Тинник, параллельно еще проедется по всем, опять-таки, Спиритбрейкер, то есть, и все это время Темплар-Оссасин будет стоять где-то в стороне и разгибать это дело с руки. Так, на Айсберга прыгают, здесь убивают его мгновенно, просто под минус-армором он рассыпается, автор лайф, есть кулдаун, продолжается погоня, цепляет здесь одного, цепляет второго. Да, тут всех цепляют, и боя пытается Рамзес что-то там со спины сделать, но Куром на смех, вообще урона не хватает, то есть он сейчас даже не смог плейную хп отнять Инвокера, и несмотря, кстати, на то, что нету мекки у Альтернейт, мы тут замечаем четвертого уровня хил на Дазли и четвертого, третьего уровня хил. Третьего уровня Реставраэйшн, да. Да, и это, извините меня, если драка продолжается секунд 10, то это как две, а то и три мекки. Вот они будут все это кастить и лечить, будет постоянно Вич-Доктор, так что здесь и без мекки неплохо живут. Там очень нагло стояла Templar Assassin, собственно, спереди вот этого танковала Тавер, надеялась на свой рефракшн, который там сбили буквально за долю секунды, подстанили его полностью под чужим Тавером, видели, контролировали, и так в это время прибегает здесь, прыгает Реон Тимми, отличный проказ по троим, но продолжения нет. Он-то отличный, но продолжения нет, и когда ты делаешь это по троим, дэмэдж вот там сплитится, то есть ты не можешь вкусить ту цель, которую ты хочешь. Хотя ему повезло, частично он среди этой всей троицы выцепил самого слабенького, наверное, героя Дазла, но, как мы видим, даже на Дазла не хватило дэмэджа, чтобы убить. В итоге Дазла отхиливает себя с урны, очередный минус 2, очередной Тавер, и, если честно, это очень неожиданно, я думаю, но, по-моему, эта игра может закончиться вот сейчас, уже через минут 5. Ну что ж, Exotic Deer, собранная с Энджин Яша, на Суприме после Мидаса есть еще 2 200, то есть он может начать собирать любой другой уже артефакт на его выбор, опережает очень сильно коров Спирита в данный момент, Альтернет, очередной, кстати, Тавер в их копилку, и таким образом они уже лидируют больше, чем на 7500. Да невероятно все хорошо у них получается сейчас, вот про сейчас, правда, Дазла, скорее всего, придется отдать, у него, к тому же, вообще нет телепорта, Флай сразу дает по нему ультимейт, Дазл попробует ли купить ТП и тэпнуться от коровки? Нет, невозможно, тем более тут еще и Бэйн. Ну, один фраг сделали, уже неплохо. Один фраг сделали, но, к сожалению, тут очень мало денег у Айсберга, хотя, на самом деле, ему, получается, уже, да, прилетел дезолятор, у него есть только дезолятор блинка, нету, врываться ему очень тяжело, ему надо, чтобы команда за него организовывала всю позиционку в драке, он просто подходил. Так, и Ниша ловит курьера. Ты, он забашил его с первого удара первого уровня. Я, когда такое вижу, я хочу спросить, у тебя что, башную кнопку? Ну, знаешь, типа нажать «забашить» вот этого парня. Да-да-да. Что это за фигня сейчас была, я думаю. Ну, не знаю, несправедливо, несправедливо, конечно же, все работает против СНГ коллектива в данный момент. Ну, блин, 10% это реально несерьезно. Ну, ладно, бывает и такое, в принципе, не все еще, конечно, потеряно. Бороться можно. На темпларку можно рассчитывать, на тине тоже можно было бы, но, конечно, у Рамзеса никак-то не идет, так скажем. Киллион делать у него не получается. В соло никого находить, то, чем должен заниматься Тиня. В 5 на 5 у Спирита вообще ничего не получается. И в итоге вынужден фармить, покупать лишь барабаны к 20-й минуте. Ну, прямо скажем, не особо кэррион получается такой у него. Там, кстати, параллельно уже скоро будет на Дазле, на Роберте уже Глимер Кейп. Соответственно, там прокаст будет еще меньше наносить дэмэджа, если будет в ренже Дазл, чтобы подсейвить. Дазл обычно старается держаться в ренже, так что я думаю, он будет успевать. Ему бы какой-то манно-ботинок еще не помешал, но, может быть, после Глимера будет брать. С манной, конечно, проблемки возникают. Вич-доктор подпаковался немножко в ХП, чтобы стоять дольше. Так, лошара его цепляет. Застанился только что от него ниша, если не ошибаюсь. Там от первой экстериор застанился ниша, поэтому сразу не дал стан, и это дало возможность Тиннику сделать блинкаут. Ну вот, это любезностью за любезность отвечаю сейчас. Бог рандома доты, потому что тоже 10% подобного события. Ну потому что странно, там, ну, Бринканулся, уже было понятно, что он тут же его подстанет, да, и в принципе, можно было бы и убить Тинни, но стоял, думал. Ну, гиперстоун у инвокера вместе еще и с плейтмейлом, то есть это будет очень скоро уже Кираса первым айтемом, по сути. Да, у инвокера Кираса, у Слардара уже Владмир, и видно, что альтернет как бы нацеленный в этой игре очень серьезно, и играть 5 на 5. Конечно, цепляет Флая, тут же с руки его разминает, и Суприму вот этого дэмэджа 180-170 своего хватает с головой под таким минус армором разложить этого Спирит Брейкера. Минус армор бешеный, видит еще Айсберга, ну, Айсберг, слава богу, тоже видит пока врагов, а вот сейчас Айсберг уже врагов не видел, и у него огромные проблемы, как он будет здесь жить, я не знаю, видимо, никак. А, кстати, я не понимаю, почему он не спрятался, просветки нет ни у кого там. Так, ну, он не успел, а потом Амболифа... Не, он из Мэлда дал удар по нише, спрячься, да стой, ни у кого, вот здесь вот я не смотрю, просветки. Подумал, что это вряд ли возможно, что ни у кого нет просветки, поэтому... Можно было так сыграть, конечно, было бы лучше, чем то, что вышло, но проблема в том, что падают бараки. Да, падают бараки, там пытаются спритпушить хоть что-то внизу, Team Spirit у них это не получается, Exotic Deer просто стоит на пофигах, бьет барак, райт-кликом, дэмэджа у него немного, но хватает, чтобы, вот, собственно, миличный барак упал. Блинканулся вперед, Рамзес ничего не сделал, отличная стяжка, проезжается Флай, но отменяет слишком рано, нету дальше продолжения, Флай здесь цепляют, его должны уже убивать сразу же, и, собственно, заканчивается это все только смертью Флая, но мы не помним, что уже один барак потерян, или именно миличный барак, там в наглую били Альтернайт, они были уверены в том, что они его заберут до конца. Так какая-то полная фигня, на самом деле, произошла, Лошара куда-то блинканулся вперед, видимо, в надежде тоснуть назад Герокоптера, но он не смог этого сделать, в итоге кулдаун на Блинк, Афтерлайф врывается на Дарксири, стягивает всех, и сюда сейчас прокаст Тинни, сюда... ...разгон, и Темпларка бы побила там все блейдаемы всех, но вместо этого просто умирает. Спирит Брейкер, кулдауны ультов, и вот единственное, что можно попробовать, сорвать врагов Эншентов. Это, конечно, риск, но что делать? 11 тысяч уже ведут, на самом деле, Альтернайт по деньгам, около там 9 по Экспириенсу, да, удается им там застилить немножко Эншентом, у Айсберга получается 250 на руках, 200 еще будет и уже Даггер, но не поздно ли? Вот какой вопрос нам хочется сейчас задать, глядя на все эти вещи. Да поздновато, уже поздновато, у Даззла появляется и Глиммер, и Ман-Ботинок, теперь с Маной проблем не будет, у Вич-Доктора там уже почти агоним, ну, полторы тысячи, конечно, но по такой игре действительно быстро будет у него агоним. Ну, он сразу запаковался, он бегал, собственно, с ПТ и Бросером, там все остальное покупал Даззл, хотя, ну, вардов на карте не то, чтобы сильно много, да и смаков Альтернайт юзали мало, это спириты баловались этим делом. Соответственно, суппорты имеют неплохой фарм, 5400 Нетворс Вич-Доктора, 5000 Нетворс-Даззлов, в то время как, вон, Габлак совсем бомж, меньше чем 3000. Рамзес просто подставляется на ровном, опять же, месте, и, ну, нету вообще игры от спирита, вообще никакой, никто никого не сейвит, никто ничего не делает, зачем они вообще продолжают здесь играть, я не могу понять. Они просто фармят лес чужой, еще что-то делают, никто даже не думает что-то сделать в этой игре, использовать смок, кого-то загангать, где-то кого-то защитить, подставить, забайтить, что-нибудь сделать, в общем. Это как боты, не в обиду, блин, серьезно. Когда в последний раз они кого-то убили или вообще что-то сделали? За что тут обижаться, если действительно по игре получается именно так? 22 на 6 по фрагам у нас. Да, давно уже не было киллов со стороны Team Spirit. Ну, смотрю, я тут Флай убивал Даззла минуты так 10 назад. Это они, собственно, поймали противника в лесу? Да-да-да, это вот они того Даззла поймали, который уходил там после сломанного тавра, кажется, что tier 2. Не, там где-то они... Ну, в общем, это не суть важная, это не суть важная, потому что он нападает в очередной раз на асберга, ну и тут хотя бы кто-то что-то делает, габлак, дает ультимейт, смотри, afterlife, стеночку. Суприм-то умрет, да, умирает. Флай пробегается по нише, но в то же время много очень дэмэжа в него входит. Хороший вард стоит, соответственно, зонит всех Team Spirit, но они готовы догонять. Блинкуется вперед, должен умирать здесь красавчик. Красавчик просто отходит назад, оттягивает внимание на себя. Еще один разгон от Флая. Флай попадает по экзотик-диру. Куча дэмэджа входит Флая. Хватает ли, да, хватило рейнджа слипа, зацепить нишу, а вот здесь должно хватить дэмэджа. Подходит лошара. Ай-яй-яй-яй-яй, что это только что было? Что происходит? Ой, ой, дайте ему удар. А зачем он туда забежал? Я бежал бы по прямой, мог бы, кстати, еще и убежать. Кстати, да, очень даже может быть. Ну вот, на самом деле, очень сильно спириты расслабили оппонента, судя по всему. Потому что, видимо, оппонент тоже подумал, что уже вообще ничего враг не делает. И можно где угодно, кого угодно, как угодно убивать. Поэтому навязывали они эту драку без дазла своего, который даже не думал туда бежать. Он фармил внизу спокойно себя все это время. Да, ну и началось все с того, что очень быстро умер инвокер. Там спасали темплара сосинку, соответственно, вкинули все, что можно было. И стенка была поставлена и так далее. Фиксации хватило, инвокер умер. Здесь проверяют тем временем Рошана. Обе команды знают, что он здесь. Айсберг уже его избивает. Лошара должен для него немножко потанковать. Но в данный момент танкует Айсберг рефракшеном. Да, но здесь будет сейчас не очень приятно, скорее всего. Потому что Габлак ловит ракетку. И ничего сейчас не сможет сделать. И здесь прокаст от инвокера. Сейчас по всем зайдет. И все без маны вообще. Ой, ультимейт Вичдоктор с горы. Просто убивает людей одного, второго, третьего. Ну, кстати, нет, никого он так не убил, но покоцал. Больно. Ну, Айсберг здесь сейчас будет умирать второй раз. Ну да, Габлак там тоже вряд ли убежит. Хотя ему дают суржи, но я думаю, что это ему не поможет. Только есть, ниша уже за ним бежит. Спринт еще один есть. То, что он уйдет в Глимер, ему никак не поможет, учитывая, что на нем висит Амплифай. Вот таким образом минус 4, минус 5, если считать дроп Рошана. Ну да. Ну, тут Айегис понятно было, что выбьют. Да и вообще, это была как бы идея неплохая от спиритов. Потому что надо как-то рисковать. Но она была практически суицидальная. Потому что при живом тейнвокере и гирокоптере, неважно, на все остальное, если они тебя в узком проходе, так сказать, ловят, можно 2 на 5 в их ситуации отвалиться. Ну и там на самом деле очень повезло, что еще не было Аганима у Вичдоктора. Потому что Вард прыгал по одному человеку. Он там выбрал самую толстую цель, вливался в нее, там, самого арморного кого-то. И просто впитал весь Вард в себя один человек. Если бы он там прыгал, вся команда умерла бы гораздо быстрее. А до Аганима ему там осталось, в принципе, пойти его и купить. Так, цепляют здесь габлака, но тут же Флай вбегает в слипе ниша. Цепляет ультом, держит, фиксирует. В это время пытается... Разделилась драка у нас. Суприма попытались убить, не получилось. Лошара закидывает. Айсберг за ним прилетел. Ну, убили, конечно, Суприма. Но мне кажется, что дальше ничего хорошего не будет. Тем более, что здесь мега-крепы. Вот Айсберг теперь уже понял, что здесь просветки вообще никакой нет. Просто стоял в инвизе, вокруг него команда ходила. Понятно было, что его никак не убьют. Но в то же время, как бы, стороны закончились. Поэтому ГГ, ВП и первая карта у нас уходит в копилку польской команды. А Тим Ильтернейт, первая карта, за ними. Ну, прямо скажем, неожиданно. Ну, не знаю. То есть, спиритом надо как-то собраться. Они могут намного лучше играть. Мы все прекрасно знаем, что Айсберг, Флай, Габлак. Ну, как минимум, эти три парня играли на профсцене. Играли хорошо, долго, уверенно. И это была странная игра. Ну, например, 1.11.4 у Флая. Я, конечно, понимаю, что он коров, он бежит, танчит и может умирать. Но начало от него, которое мы видели, было очень странное все-таки. Ну, что ж, это только первая карта. Надеемся, что Тим Спирит немножко удастся проснуться, показать нам гораздо более достойную игру. Мы увидим их уже через 10 минут на следующей карте. А в данный момент мы с вами уйдем на небольшую музыкальную паузу. Никуда не уходите. Скоро карта номер 2. Субтитры сделал DimaTorzok